Белоглинский школьник Ярослав Косинов стал известен далеко за пределами нашего края. Ученик 4 класса школы номер 11 написал письмо воину СВО. Оно было передано через волонтеров организации «Русский мир», переправленное вместе с гуманитарным грузом на Донбасс. Письмо попало в руки чеченского бойца подразделения «Ахмат» Руслану Сулейманову. Эту историю публиковали в газете «Белоглинские вести», и она получила продолжение. Я написала это письмо не просто так. Я его написала, чтобы этот герой почувствовал в себе силу и домой пришел живым. И миронимым с победой. Также моя семья – патриоты. Мы все очень ценим героев и любим. Также гордимся ими. Глава района поддержал идею Николая Кизимова, руководителя духовно-нравственного центра «Великая страна» организовать онлайн-разговор участников истории с письмом. В городе Счастье на территории Луганской Народной Республики воину Батарен Ахмат Руслану Сулейманову было передано письмо от школьника. 11-й школы Белоглинского района Ярослава. Школы Белоглинского района, Шалинского района выставляют отношения с ребятами. Дружба народов – это символично. И тогда, когда наши народы едины, мы непобедимы. Таким образом, в Белоглинской администрации был заложен фундамент моста «Дружба народов». Были налажены контакты между учащимися школ, представителями образования, средств массовой информации Белоглинского района и Чеченской республики. Дружба наших народов показывает, что Россия – великая страна. Начальник управления образования Татьяна Сорокина отметила, что ребята всех школ района пишут письма, рисуют картинки для участников спецоперации. Ведь это возможность поблагодарить тех, кто сейчас сражается за правое дело. Уважаемый Руслан, спасибо большое за то важное дело, за ту неоценимую помощь для нашего государства, которое вы, как представитель одного из наочисленных народов нашей великой страны, оказываете в зоне спецоперации. Наши ребята чем могут, пытаются поддержать бойцов. Они пишут письма, передают рисунки. И очень приятно, что одно из этих писем нашего Ярослава попало к вам, что вы были тронуты этим письмом, и что каким-то образом оно помогло поддержать ваш боевой дух. Об этой истории, как примере дружбы народов России, написали в газетах Чеченской республики. На встрече Николай Кизимов передал газеты с опубликованными материалами всем участникам. Удалось устроить телефонную связь с воином Русланом Сулеймановым. Спасибо организации «Русский мир», которая поставляет военнослужащим русской армии на передовую. Умитарная помощь, также они привозят нам письма, поддержки от школьников. Спасибо Ярославу Костинову за его письмо. Он мне доставил радость. Буду его хранить. Спасибо родителям и учителям за такое воспитание детей. Семью Ярослава гостеприимно ждут в далеком городе Шали Чеченской республики по приглашению воина-контрактника Руслана. На Хлевосольной Кубанской земле в Белоглинском районе также будут рады принять чеченскую семью Сулеймановых. Россия всегда была стильна единством и дружбой народов. На Кубань.